Не случайно университет был выбран в качестве площадки для кругового стола. Мы хотели, чтобы мероприятие прошло менее формально, чтобы более гибко и свободно в вопросах и ответах были. Мы пригласили представителей нашего парламента, естественно, Государственные советы Республики Татарстан, представителей местных законодателей пскового сообщества, представителей разных университетов, разных министерств. Мне бы, наверное, слишком много времени не потребуется, чтобы всех представить. Как минимум, у вас настало в списке всех участников. И вы, таким образом, сможете увидеть то, что все эти люди, это люди, участвующие в функционировании нашей Республики, как субъекта Российской Федерации. Это люди, которые сами добровольны приняли решение сюда прийти по собственной воле, чтобы ответить на ваши вопросы, наверняка задать вам вопросы, потому что мы считаем, что ваш визит является проявлением, одним из проявлений так называемой народной дипломатии. Вам прекрасно известно, что дипломатия на государственном уровне никогда без народной дипломатии не реализуется. Народная дипломатия является фундаментом основной природы отношений между странами, и то, что вы тут выполняете нами, воспринимается как выражение желания в рамках народной дипломатии, понять, что происходит внутри России за пределами Москвы, задать вопросы напрямую тем людям, которые участвуют в функционировании в работе Республики, ну и, понятно, свое это понимание с собой унести домой, потому что вопрос к политике даже глобальной касаться не буду, есть отношения, сложные отношения между Россией и Соединенным Штатом Америки, на что, пожалуй, позитивно. Давайте говорить о Казани, Тарстане, отношения на уровне академической, честное сотрудничество между Казаном, Тарстаном, Россией и Соединенным Штатом Америки растет, поверьте, нет, количество профессоров, количество студентов, которые приезжают, они хотят внести свой вклад в эту работу народной дипломатии. В качестве ремарок я упомянул о Казанском университете федеральном и сотрудничаем с 19-ю американскими университетами. Американцы, народ очень прагматичный, никогда ни в какие отношения в бизнес-партнерство не вступают, если не видят никакой от этого выгоды. Я скажу вам, почему приезжают. Я скажу вам, это не только российские вооруженные силы хорошо оснащены, но и Казанский университет, как часть большой университетской среды, университетского сообщества, очень хорошо оснащен самым лучшим оборудованием в мире. И вообще говоря, все лучшие университеты, университеты, Путин создал специальную правительственную поддержку, программу поддержки университетов, научных программ университетов. Вот почему американские университеты, они очень заинтересованы нашим, потому что у нас есть открытые лаборатории, у нас есть открытые проекты. Это проекты, которые финансируются российским правительством. И одним словом, мы открыты для такого рода отношений, и что я бы хотел, чтобы себе эта встреча представляла, это свободный обмен мнениями. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопросы, которые, может быть, даже сложные вопросы, трудные вопросы. Мы с радостью на них ответим, потому что у нас здесь собраны профессионалы, которые знают все детали, знают проблемы, вызовы развития, всё то, что хорошее происходит в нашей республике, в России. А теперь я слово передаю Марату Угалееву, который является замкомитета по экономическому развитию республики Татарстан. И он произнесёт приветственное слово от имени правительства, а потом я слово передам вам. Спасибо. Мы участники круглого стола. У нас уже сегодня вторая встреча. И, по сути, я думаю, что круглый стол, можно было сказать, был и на встрече с президентом, потому что многие вопросы такого стратегического характера были заданы. и, мне кажется, состоялся очень конструктивный диалог. По сути, можно говорить о том, что если принимается предложение по созданию рабочих групп и разработки некой дорожной карты, то, что может быть реализовано в ближайшем будущем, то, что мы сможем даже подписаться на небольшой протокол, какой-то такой agreement, как результат этого встречи. Это просто что я бы предложить. И теперь у нас есть возможность поговорить в деталях о определенных вопросах. Но я не хочу прогрессировать, потому что время у нас есть лимитый. И может быть, мы просто достигнем до конца и начнем поговорить. Продолжение следует... Спасибо за то, что вы встретились с нами, господина Латыпова за участие в этом и за то, что он уговорил сына выбрать жену здесь. Я бы хотел представить несколько членов наших делегаторов. У нас Майкл Кэппл, который является законодательным из Западной Каунти. Майкл Фиспатрик, Уильям Баркли, представитель нашего правительства Сэнди Пол, Памела Харрес, представитель нашей ассамблеи, Сэнтор Дэйн Сабина, Ниля Розик, У нас инстагричен глава российско-американской... Российско-американской... Извините... Сэнтор Джоуссен Гриффон, представитель Нью-Йорка Агаса Септина и представитель моей команды Энтон Конни. Мы также хотели бы обсудить также ряд нескольких проблем, которые мы уже сегодня обращались. Мы бы хотели многого научиться у вас, узнать у вас. Мы хотели бы в последствии поговорить об этом с теми, с кого мы представляем, для того, чтобы дать почву для размышлений и дискуссий для будущего. Потому что, несмотря на то, что происходит на федеральном уровне, у нас очень много общего всего, и мы можем извлечь много пользы совместной встречи и сотрудничества при обмене делегаций Минтаком на местном уровне. И поэтому еще раз спасибо вам. И я бы хотел вам также рассказать вам кое-что и послушать многое от вас. Поэтому спасибо, что мы здесь, спасибо, что вы прилили нас, и давайте просто приступим к работе. Спасибо большое, кому можно задавать частный вопрос. У нас общие вопросы, поэтому давайте все, давайте приступим. Мы начинаем, мы готовы ответить ваши вопросы. Утро доброе. Господин Ладип, большое спасибо. Ладипа, я вас чуть-чуть на итальянский манер назвала. Большое спасибо, что вас принимаете. Нам организовали великолепный тур университета. Всячески рекомендую ему выбрать либо молодого сына, либо молодой жены. У него, говорит, у одного это не получится. Сегодня с утра была возможность встретиться с вами президентом, членами некоторыми его правительства, была беседа прототворная там. Рада продолжать обсуждение здесь. Очень рада, что министр по социальным вопросам с вами присутствует, и труду. И вот хотел бы продолжить. Наверняка в процессе перевода бы потерялся мой вопрос, который утром задавала. Приношу извинения, естественно, русский язык не мой родной. Иногда и английского мне не хватает. Поэтому более прямолинейно, наверное, буду задавать этот вопрос. Те из нас, кто хочет вернуться назад в Нью-Йорк, там быть в состоянии обсуждать с коллегами на уровне штата Нью-Йорк, с коллегами в правительстве, а потом с сообществами, и привлекать людей, инвестировать в Татарстан, привлекать студентов сюда приезжать, поддерживать, стимулировать туризм. Потому что убеждена я в том, что американцы, если они откроют это для себя, они бы с удовольствием сюда приехали, здесь бы деньги свои тратили. Если бы они были способны увидеть туристические возможности, которые у вас имеются, естественно, захотели бы приехать. Ну и вот мы, естественно, общаясь с ними, они, естественно, поднимают вопросы. А вот здесь вот читаем к определенным сообществам, здесь как-то не очень хорошо относятся, как тут, например, у вас ваши местные геи в Татарстане, и как им живется, как сотрудникам рядового звена работают. Я рада видеть то, что люди работают, а не заработают. На каков статус профсоюзов, насколько они самодостаточны, насколько они сильны и прочее. Я прекрасно понимаю то, что здесь другая среда, не все вопросы будут соответствовать тому, что, например, мы привыкли видеть в Соединенных Штатах Америки, потому что и у нас тоже немало слабых мест, которые постоянно приходится видеть, как мне указывают. У меня критики, я бы была рад услышать ваши объяснения. Давайте сначала разделим вопросы однополых, сообщества геи, права на труд, социальная защита и так далее. Ответ. Я не претендую на полноту ответа на этот вопрос, безусловно. Потому что это в какой-то мере относится к проблемам толерантности, как я понимаю. Вы знаете, этот у нас вопрос никогда не заостряется, потому что он не является предметом такого острого рассмотрения, потому что этой проблемы нет. У нас просто мы считаем, что не это главное в человеке. Люди все разные, и мы не говорим, что ты должен верить в такого-то Бога. Именно в такого-то. Это дело каждого. Это записано в Конституции. В этом смысле законодательство не регламентирует, в принципе, эту часть жизни человека. И если посмотреть на наши культурные, так сказать, жизни общества, то фестиваль Нуреева это ежегодный, традиционный. Нуреев это наш человек. Я имею в виду, он имеет татарскую кровь, поэтому мы его воспринимаем как своего. Более того, мы его воспринимаем как своего, скажем, Шаляпин. Он у нас родился. Это его родина. Фестиваль оперный Шаляпин, это также ежегодно, традиционно. Но я не являюсь специалистом, но вопрос толерантности в Татарстане, он не может как-то решаться через какую-то там пропаганду. Это сама жизнь, многовековой образ жизни. Поэтому для нас это не вопрос главной. А в принципе, вот у нас присутствует, кстати, омбудсмен. И, Саря, может быть, у вас есть какие-то сигналы по этому поводу? Да, да, добрый день. Еще раз. Вообще, Институт уполномоченного у нас называется в Республике Татарстан, не омбудсмен, уполномоченный по правам человека. Действует уже 17 лет, работает на территории нашей республики. Мы одни из десяток субъектов Российской Федерации, где данный институт введен. А сегодня Институт уполномоченных работает во всех 85 субъектов Российской Федерации. Число обращений, безусловно, к нам идет ежедневно. Мы проводим большую проактивную работу с населением, приемы, телефоны, горячие клинии. И вот та тема, которую вы сейчас затронули, она действительно очень спокойная, потому что за весь период, а у меня уже второй срок работы, то есть омбудсмена избирает на 5 лет, сейчас у меня уже седьмой год моей деятельности, за этот период не было ни одного обращения по данному вопросу. Поэтому действительно обстановка такая спокойная. Проводится большая работа по проблемам межнациональных, межконфессиональных отношений. Мы проводили международные конференции. Но еще раз, я согласна с Марат Гадеичем, то есть эта тема никогда не поднималась как острой темой, не являлась, и ни одного обращения по факту нарушения прав меньшинств не было. Спасибо. Вы знаете, говоря о гей-сообществе, тут, наверное, правильно следовать нашей дискуссии. То есть в нашем сообществе семейные ценности очень важны. И очень многие люди, однозначно не я сам, но очень многие люди здесь распронимают гей-сообщество как угроза традиционным семейным ценностям. Это да, оно есть. Но какого-то разделения, какого-то преследования мы не наблюдаем. Для нас это на самом деле не является важной проблемой. Для нас самое важное – это поддержание гармоничных межэтнических отношений, потому что мы межэтническая республика. Относительно следующего вашего вопроса, связанного с профсоюзами, госпожа Татьяна Вадапьяновна является представителем профсоюзов промышленных организаций Татарстана. Во всех подобных организациях везде у нас имеются профсоюзы. Это профсоюзы, которые регулярно отстаивают права рабочих, трудящихся. Каждый год у нас подписывается так называемое профсоюзное соглашение между сотрудниками и профсоюзом, и профсоюз берет на себя ответственность за отстаивание интересов профсоюза, членов профсоюза. По разным вопросам. Предоставление так называемых бюджетных мест в детских садах, например, места путевки в летние лагеря для детей, соответствующие профилакторией для личного профсоюза. Тут эта система профсоюзов действительно хорошо работающая до каждого рабочего уровня. Это мой ответ, опять-таки, со стороны Казанского федерального университета. У нас вот был, нами был получен вопрос о появлении барьеров того, что обмену студентами из России, из стран Соединенных Штатов Америки, и наоборот, для тех, кто сюда хотел принимать. Не могли бы вот этот момент осветить? Нужно ли мне повторить вопрос? Тут я хотел бы подчеркнуть, да, что есть определенные препятствия в вопросах международных обменных программ. В основном это вопросы регуляционные, документальные визы и другие аспекты. Ну и стоимость. И стоимость также необходимо учитывать. Говоря об обменных программах из России в сторону Соединенных Штатов Америки, международные программы, программы академической мобильности, они не ориентируются на миграцию из одной страны в другую. Но здесь есть довольно-таки важный момент. Некоторые студенты, которые уезжают в Соединенные Штаты Америки по программам обмена, иногда нелегально там задерживаются, что это вызывает определенные проблемы. Позвольте мне добавить, у вас имеется очень хорошая популярная программа Work and Travel. Я знаю большое количество молодежи, которые подписывают, принимают участие в этой программе и едут, работают где-то в кафе, в публичных заведениях, как и многие наши студенты. Они едут в Соединенные Штаты Америки, живут, летом работают и возвращаются. Очень рады, поскольку так или иначе подхватывают разговор на английский. Тысячи студентов, не только студентов, но и вообще молодежи пользуются этой возможности. Касательно Казанского федерального университета, у нас хорошие отношения с программой стипендий Фулбрайт. Большое количество наших профессоров ездили в Соединенные Штаты Америки по стипендиям Фулбрайт, очень хорошо работает, до сих пор хорошо работает. У нас также имеются обменные программы для студентов. Мы пока не наблюдали проблем с получением виз, не знаю, что будет происходить далее. Вот у нас госпожа Рози, хотел бы ответить, Нили Розик отвечает. Я представляю район Квинс, Нью-Йорк-Сити, очень разнообразное сообщество, в котором большое количество иммигрантов. В моем округе также находится Квинс Колледж, является частью городского университета Нью-Йорка. У нас выпускников в IT больше, чем где-либо в другом университете в штате Нью-Йорк. Соответственно, мне было интересно узнать о бизнес-инкубаторе в Казани, потому что мы подобные создали недавно в Квинс Колледже. На данный момент у нас имеется два студента международных из других стран, которые приезжают не только в качестве наставников для студентов Квинс, но способны принимать участие в соответствующих, развивать свои контакты, участвовать в стартапах, которые имеют место в Квинс. И в целом по Нью-Йорку я очень рада поделиться такой информацией с вами. И в случае, если вдруг у вас появятся студенты, недавние выпускники, которые заинтересованы воспользованием нашей инфраструктуры, нашими возможностями, мы тоже будем рады помочь, если необходимо оказать визовую поддержку. Ну и, может быть, рассказать немножечко о ваших успехах, где-то сложных моментах, как в качестве передачи опыта. Да, да. У нас имеются международные программы в нашем бизнесе, Кубатрия также, например, так называемая стартап-сауна. Программа у нас есть, рот-шоу стартап-сабантуй, были в Турции, в Сербии, в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответственно, да, мы смотрим и привлекаем стартапы, которые заинтересованы, студентов, которые заинтересованы создавать стартап, рассказываем их о возможностях, которые у нас имеются здесь в Казани. Также мы работаем с 500 стартапами или командой 500 стартапов в Сан-Франциско. Сейчас проводим соответствующую ее программу акселерационную. Со студентами же, с международными студентами мы не работаем, мы работаем в основном с местными студентами. То есть у нас нет случаев, когда бы студенты из Соединенных Штатов Америки или откуда-нибудь за пределы в России приезжали. Работаем в основном с студентами Казанского федерального университета, имеются акселерационные программы с немецко-российским институтом научным. Сейчас планируем ряд проектов с энергоуниверситетом. Это в основном с нашими местными студентами, не международными. Есть ли какие-то идеи, как вы могли, сотрудничество с студентами из Соединенных Штатов, мы бы очень ценили. Сколько человек вы набираете? У нас, вообще говоря, самый большой IT-инкубатор у нас 2200 квадратных метров, у нас скоро будет 40 стартапов работать. И мы выбираем четыре раза в год и четыре раза в Казани и в набежных чернах набираем людей. Это второй большой город Татарстане. То есть, ну, у нас бизнес-инкубатор. В обоих площадках бизнес-инкубатор у нас есть каворкинговая программа. То есть, любой, который хочет разместить свой стартап или работать в акселераторах или ускорителе так называемых инновационных, пожалуйста, приходите. Представитель ассамблеи, пожалуйста, Анди Пол. Позвольте я кое-что скажу, касающейся истории межпарламентской отношений российской страны о том, что наша встреча имеет историю вопроса. В 2011 году состоялся обмен парламентскими делегациями между парламентом Ассамблеи и сенатом штата Нью-Йорк. Руководителями этой делегации были несколько человек, и ключевой фигурой был сенатор Фарли. И у нас люди, которые являются его коллегами, здесь Джозеф Грифос, сенатор, и представляют также эти интересы. Я уверен и знаю, что американская страна хорошо знает истории вопроса. Для нас я хочу напомнить, что в результате этих визитов, в результате визита нашей татарстанской парламентской делегации и очень доброго приема в штате Нью-Йорк сложилась конструктивная атмосфера, которая позволила наладить обмен специалистами в области нанотехнологий, в области медицины. И самое главное, что был заложен прецедент этих отношений. И я хочу подчеркнуть, что это не случайно. В Татарстане, как вы знаете, председатель Государственного совета, Фарид Харулович Мухаммедшин имеет огромный опыт работы в Конгрессе местных и региональных властей Европы в течение 10 лет, практически постоянно избираясь западным сообществом и представляя интересы Российской Федерации. Извините, у нас этот, значит, регламент, это прошу соблюдать регламент. Хорошо, я завершаю минуты и не делать докладов, пожалуйста. Хорошо, я хочу завершить тем, что в результате достигнут был прием студентов Соединенных Штатов без Тойфла, без Тойфла. Это очень серьезное было для нас решение, и 18 человек наших студентов и специалистов проходили обучение в Суне. Я хочу поблагодарить американскую сторону за добрую волю в этом отношении. Спасибо. Я была одна из тех двух, которая как раз была в Тойфе делегат шесть лет назад, мы пошли в школу, и в одну из этих школ, это был первый день, начало занятия, и дети показали просто потрясающие танцеванные таланты, показали нам прямо самые малыши, прямо уже старшие школьники во всем этом диапазоне, а танцы, которые я никогда даже не думал, что я когда-то дойду до этого уровня, вот как они хорошо там танцевали, эти детишки. И у нас, на моей родине, у нас есть Суни Пёрчис, это университет, который как раз специализируется на хореографии, на танцах. И было бы просто замечательно, вы даже себе представить себе не можете, русские, которые эмигрировали в Соединенные Штаты, они всегда наши лучшие учителя, это русские эмигранты, которые придут в наших студиях. У нас, как правило, только русские преподаватели танцев, потому что у вас такая школа хореографическая подготовка, они так хорошо подготовлены в вопросах бальных танцев. И я знаю, что, может быть, это невозможность, которую вы рассматриваете, однако постановка танцев – это то, чем известно, знаменита Россия. И мы все, когда Кировский и Большой театр балета приезжают, мы все туда бежим и смотрим, что там происходит, эти представления, и нам бы очень-очень помогло, если бы мы могли поучиться у вас, то, каким образом вы готовите ваших специалистов, и если бы вы могли прислать там ваших танцоров, например, в наши школы, ну и наоборот, соответственно, чтобы мы поменялись нашим специалистам по хореографии, чтобы мы переняли опыт ваш, потому что частью как раз этого является… это же как раз та самая добрая воля, в которой мы сейчас здесь находимся. Это бы очень дало импульс развития вот этих усилий доброй воли. И что бы вы сказали? Я как раз очень внимательно послушала, и могу даже поделиться, что у нас в этом году наши студенты из группы педагогов ездили в Венгрию, в Болгарию, и показали, как раз участвовали в Бали, и это очень полезно. То есть мы готовы к сотрудничеству, у нас есть такое. И у нас обучаются именно специалисты, именно хореографы, у нас есть среднее специальное образование, это хореографическое училище, и у нас же высшее учебное образование, то есть вот факультет хореографии. Мы готовы к сотрудничеству. Балетный фестиваль, или даже конкурс балета имени Нуреев. вы, может быть, в рамках этого проекта, мы бы могли повстречаться с вашими танцорами для того, чтобы они познакомились друг с другом. То есть у нас есть целая система здесь, в Казани, для подготовки танцоров в области балета. Мы знаем теперь секрет, почему вы так все прекрасно выглядите. И что касается, я как представителя университета, представителя ТИСБИ, мы собираемся как раз открыть вот это направление, касающееся культурного обмена. И это было бы отлично, потому что у нас в Казани здесь есть одна из самых сильных таких балетных школ. И мой коллега уже говорил о Рудольфе Нурееве, о этом фестивале. У нас каждый год здесь фестиваль этот проходит. Он действительно отличный. Я бы с удовольствием свидетельствовал с президентом Суни-Перчисом и поделиться с ним. И, конечно, было бы очень здорово, если бы воспользовался этой возможности. Извиняюсь, но когда мы говорим про академические обмены, мы говорим о физическом перемещении тела на территорию другого государства. Что очень странно в тот период, когда имеется интернет. Допустим, мы активно привлекаем к преподаванию американских специалистов, американских политологов. Имеется скайп, имеется интернет, имеется гугл, твиттер, фейсбук. Есть все. Только этим нужно уметь и пользоваться. Без госдепартамента, без МИДа России, без ничего. Есть государство, есть академическое сообщество, есть специальные службы. Они, слава богу, не пересекаются. Поэтому давайте возьмем в руки клавиатуры и будем общаться в рамках каких-то виртуальных площадок. Те же танцы, в конце концов, можно преподавать и через интернет. Это не очень сложно. Потому что в России у нас нет никаких ограничений, в некоторых странах есть ограничения в использовании интернета. У нас открытый интернет, и наши профессора, я сам знаю, я сам этим занимаюсь, мы очень много работаем в интернете, и мы работаем в скайпе очень много. И я также хотел бы, чтобы у нас, например, были совместные сайты, которые мы разработали, или чаты, в которых мы могли бы общаться. Мы должны, конечно, в будущем подумать об этом. Луис хочет ответить. Я согласен, да, на то, что вы сказали. Есть у нас интернет, и мы можем общаться очень много, и в Фейсбуке, и смотреть классы. Но мне кажется, все-таки, что для обмена это важно, чтобы американцы приезжали именно в Казань. И непосредственно для вот этого культурного опыта, смотря, были в городе. Потому что мне кажется, что если вы просто по интернету будете этим заниматься, вы не получите того опыта в полном объеме. И для культурного обмена это очень важно. Вот это вот смыкание культуры, слияние культуры, контакт культуры. Это очень важно. Да, конечно же, для начала хорошо, интернет. Но мне кажется, не надо упускать такую возможность, как реального путешествия и поезда друг к другу. Кстати, каждый год мы организуем летние школы с американскими университетами. И почему бы нам, например, не организовать совместную летнюю школу для ваших студентов? Здесь у нас, в Казани, и у нас есть лагеря, где на Волге мы можем проводить время. И некоторые из летних школ находятся там, прямо на реке, в этих местах. Отличная идея, и большое спасибо за это предложение. И Памела Харрис у нас представляет очень большую часть российского населения в Бруклине. Но мой вопрос, что очень важно, например, здесь, и нам очень хорошо здесь, и нравится посещать Казанский федеральный университет. И Иннополис, это тоже, конечно, город в городе фактически, прекрасное место. Один из моментов, которые мы смотрим и очень хотели бы привлечь, это зеленые технологии. В штате Нью-Йорк, в университете нашего штата, мы являемся лидерами в движении устойчивых технологий на уровне колледжа. 14 наших колледжей являются передовыми в этом направлении. И что мы могли бы сделать? Мы могли бы предложить вам помощь в том, чтобы начать разрабатывать IT-технологии, зеленые технологии. Вы Иннополис, и Иннополис имеет такие прекрасные возможности. Я смотрю, вот здесь, в федеральном университете, тоже феноменальная совершенно возможность, которая у вас здесь есть. Мы бы хотели, надеяться, работать вместе. У нас есть огромный список совместных действий, которые мы могли бы начать, разрабатывать инфраструктуру, устанавливать зеленые крыши, солнечные батареи, гибридные энергетические установки, электромобили, гибридные машины и так далее. То есть вопрос заключается в том, мы бы хотели знать, если что-то такое, что мы могли бы в будущем, чем мы могли бы привнести в ваши учебные планы из того, что мы уже знаем. Спасибо, это отличное предложение. У вас же есть визитка моя, да? Поэтому давайте начнем переписку на эту тему, контакты на эту тему. И, как я уже сказал, вот у нас, например, семинары летней школы, которые мы уже есть, уже мы проводим, и мы бы приглашали ваших специалистов к нам сюда, в Казанский университет, для того, чтобы показать им, что у нас есть. У нас есть институт экологии, у нас есть зеленые технологии. Зеленые технологии, пожалуйста. Да, если можно. Я думаю, что очень правильно было отмечено, что зеленые технологии как раз нужно внедрять на Иннополисе, город будущего, да? Само место предполагает для этого. И я думаю, что многое то, что сделано в Иннополисе, оно уже с использованием зеленых технологий сделано. Мы в начальном этапе, поэтому нам очень интересно это. Готовясь к Кубку конфедераций и к универсиаде, мы вот только-только заключили сертификацию нашего стадиона Казань-Арена. Мы на этом не останавливаемся. И, естественно, конечно, альтернативные источники энергии, это получение биотоплива и привлечение специалистов IT-профиля. Это нам очень интересно, поэтому с удовольствием изучим ваш опыт. Я несколько слов хотел бы тоже высказать по этому поводу. В принципе, зеленые технологии, понятно, во многом это будущая экономика. Это, я думаю, неоспоримо, но всегда встает вопрос дозревания до стадии использования и внедрения зеленых технологий. Да, мы немножечко здесь позади. Это начало пути. Ну, есть особенности страновые, и вопрос рентабельности этих бизнесов, он достаточно серьезный. Потому что в недавнем прошлом многие альтернативные источники, они были рентабельны в странах, где нет натуральных энергоносителей. Поэтому в России несколько более высокие требования к уровню рентабельности при внедрении. Но в последние годы здесь определенные технологические прорывы есть. И, по моему мнению, мы дозреваем, скажем там, да, ветроэнергетики. И здесь разрабатывается программа. Я просто хотел, чтобы у нас присутствует представитель Центра энергосбережения, который связан с этой программой, может быть, он чуть добавит. Мартынов, пожалуйста. Я еще раз представлюсь. Мартынов Евгений Васильевич, директор Центра энергосбережающих технологий при правительстве Республики. Несколько слов об альтернативных, как бы, проекте по альтернативной энергетике, которые сегодня так или иначе у нас развиваются. Еще ближе? Хорошо, спасибо. Так вот, значит, одно из таких серьезных направлений сегодня – это транспорт. В частности, вот городская среда предполагает достаточно большую нагрузку, по нашей оценке, ну, наверное, то же самое у вас, до 70-80% экологической нагрузки идет через транспортные средства. И вот сегодня достаточно большая программа разрабатывается по применению альтернативных или нетрадиционных видов топлива, включая гибридные схемы электробусы, значит, специальные технологии, связанные с газовым топливом, применение газотоплива с топливными элементами и так далее. Вот это направление сейчас так крайне интересно, и мы готовы с ним заниматься. Но кроме того, как бы, достаточно большой объем работ был проведен, в частности, по использованию, так скажем, биоресурсов для производства и биодизеля, и, так сказать, биогаза. Достаточно большие работы были проведены в рамках анализа возможностей исследования солнечной и ветровой энергии. Но я бы хотел обратить внимание, что эти работы сегодня находятся на стадии неокров, то есть научно-исследовательских, там, опытно-конструкторских работ, и перевод их вот в этап, скажем так, пилотных проектов и более широкого применения, вот как Марат Гадей сказал, связан именно с рентабельностью, с экономической целесообразностью. И вот здесь мы готовы очень плодотворенно, надеюсь, и интенсивно сотрудничать. Спасибо. В продолжение этого хотелось сказать несколько слов. Казанский государственный архитектурно-строительный университет, мы уже несколько лет внедряем в учебный процесс технологии зеленых стандартов, смарт-технологии в рамках «Умный дом» и «Умный город». У нас есть центр зеленых стандартов, и в этом направлении мы студентов обучаем и готовы к сотрудничеству. А несколько слов, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, у нас есть проект совместного диплома с университетом Восточного Лондона, он реализуется как и при очных контактах, так и через интернет. Наши студенты, заканчивая университет, получают диплом бакалавра нашего университета и диплом бакалавра университета Восточного Лондона. Мы хотели бы, наверное, реализовать такую же программу с институтом Пратта. Несколько раз мы с ними встречались, Владимир Блир, в частности, приезжал в Казань. Эту работу мы пока продолжаем. Спасибо. По большому счету, через хозяйственный штат, соответственно, господин Уильям. Большое спасибо, уважаемые члены. Большое спасибо за прием. Для меня это первый приезд в Россию. Замечательное путешествие, как уже было сказано. Я живу в 300 милях от города Нью-Йорка. Представляю округ, который в основном сельскохозяйственный, поскольку цены на различные товарные категории, они то вверх, то вниз. Соответственно, мы всячески смотрели на диверсификацию, на товары, которые можно происходить в сельскохозяйственной отрасли, которые не являются скоропортящимися, соответственно, у меня вопрос. Наверняка ведь у вас тоже сельскохозяйственные коллеги есть, с которыми можно какие-то партнерские отношения развивать. Мы являемся не только представителем Министерства промышленности, но и Министерства торговли. Мы ответственны за вопросы розничной торговли, гордимся нашим сельским хозяйством. Тарстана является ведущим производителем молока в России. У нас лишь 2% сельскохозяйственной земли России, но 4% сельскохозяйственное производство страны вносим. Находимся в достаточно сложных климатических условиях, жестких. Тем не менее, зерно выращиваем, пшеницу, которая может использоваться однозначно для корма скота в большом количестве. И заранее, как бы, пользуется спросом. Вопрос, с которым мы сейчас работаем, это дальнейшее развитие сельского хозяйства в вопросе развития серьезных торговых сетей федерального уровня, которые приходят в наш регион. Это сети торговые национального уровня. Тут мы отмечаем определенные сложности, стараемся сохранить доступность наших местных производителей на полке. Почему? Потому что, когда в малых сетях проблемы с попаданием на полки товаров наших производителей, сложности нет. Но когда приходят крупные федеральные сети, они продвигают продукцию других товаропроизводителей. И, соответственно, здесь мы оказываемся в зоне риска. И поэтому нам было очень интересно перенять ваш опыт поддержки ваших производителей. Мы знаем, что у вас достаточно эффективные программы на федеральном уровне поддержки сельского хозяйства, фермеров. Возможно, и на уровне штата также нечто подобное у вас имеется. Потому что мы работаем ведь как с местными законодателями татарстанскими, так и на федеральном уровне. Позвольте, я тут свою ремарку добавлю. Хороший момент. В Татарстане 6 месяцев в году у нас снег. То есть он выпадает не позднее ноября, а тает в апреле. Соответственно, мы находимся в зоне рискованной сельскохозяйственной деятельности. Но мы ей, несмотря на это, занимаемся. Экспериментировали. Ну, сегодняшняя Россия. Россия не социалистическая, капиталистическая страна. Это государственно-капиталистическая система. Поэтому у нас немало различных экспериментов, связанных на частных фермах. К сожалению, некоторые были не очень успешны. Поэтому на сегодня мы создали так называемые крупные промышленные сельскохозяйственные холдинги, которые покрывают территорию Татарстана. Это не колхозы, но фермеры работают в этих холдингах. Соответственно, если вдруг у вас нечто подобное, вопросы возникают, как у вас получается? То есть ваше сельскохозяйство основано только на маломасштабных фермах, или у вас и промышленные холдинги тоже имеются? Отвечаю я по поводу ряда аспектов, которые мы делали. Потому что северная часть штата Нью-Йорк – это достаточно крупный сельскохозяйственный район, но и на Лонг-Айленде, Саффолк-Каунте, также сельскохозяйственном. Над нашим фермером сложности возникает в связи с тем, что стоимость их земли растет, а значит, уровень налогообложения растет. Соответственно, акры земли имеют более высокую ценность при переводе в жилищное строительство. Соответственно, что сделал штат, это ввел определенное решение, что если фермеры соглашаются продолжать сохранять свою землю в сельскохозяйственном использовании, они получают серьезную поддержку, которая снижает объем платежей налоговых. Например, по вопросам овощей и так далее. Соответствующее региональное решение о снижении объема налоговых платежей позволило этим всеми продолжать. В Сафолк-Каунте в графстве в округе у нас в предыдущем округе было самым высокопроизводительным округом в штате по объему. Соответственно, если у вас какие-то сложности с сохранением ферм сельскохозяйственных земель в соответствующем регистре, вот это, пожалуй, инструмент, который оказался полезен у нас в штате Нью-Йорк. Может быть, и вам будет интересно. У нас здесь в России немножко другая ситуация. У нас проблем с налогообложением сельскохозяйственным не столько, и другие преференции имеются, но у нас, скажем, в вопросах климата, естественно, фермеры на юге России более эффективны. У нас занимаемся птицей, молочным и мясным животноводством. А вот с сельскохозяйственным аспектом тут сложнее. Почему? Потому что, чтобы чего-то выращивать зимой, тут и достаточно много энергетики необходимо. Позвольте мне отметить, вы упомянули американский опыт о так называемых мега-розничных сетях, которые… их влияние на малые рынки, особенно сельскохозяйственные. Если вы хотите перенимать опыт американский, то однозначно нельзя игнорировать эффект того, что мы называем уолмартизацией розницы Соединенных Штатов Америки. Когда крупные розничные сети, будь то уолмарты, я не знаю, какие аналоги вам известны, европейские, которые могут прийти и полностью дестабилизировать розничную работу в регионе. Почему? Потому что это вызывает депрессию, сбивает стоимость товаров, и всем приходится конкурировать под общие, самые нижайшие знамена. Это факт, который игнорировать невозможно. Мы думали, что в конце концов это как-то выровняется, не выравнивается. Сейчас уолмарты и их аналоги в Соединенных Штатах Америки, они настолько сильные стали, что они лишают друг друга рынков. И сейчас, когда доходят до того, что необходимо закрывать этот крупный магазин уолмарта или какой-то другой, порой города исчезают. Почему? Потому что изучать эту модель, потому что нельзя сказать, что это будущее, потому что это достаточно рискованно, обратная разница, несветное будущее. Да, мы на это обращаем. Соответственно, сейчас ведь розничные сети эволюционируют в сторону IT, вообще не роботизированные доставки работы соответствующих центров. И сейчас, скорее, крупные моллы, торговые центры становятся своим местом развлечений. Но малые производители, они не способны конкурировать, когда много транснациональной компании с закупками, которые сводят стоимость, вынуждают снижать стоимость. В Европе производители стараются объединяться в крупные соответствующие профсоюзы. А у нас не получается, потому что с международным конгломератом типа Уолмарт конкурировать невозможно. Вот мы думаем, как сельскохозяйственников производить, как небольших производителей защищать, поддерживать. Пример. Приходит Уолмарт в какой-то... Я просто пример использую. Понятно, крупные другие сети есть, торговые. Я понимаю, что я достаточно быстро говорю на английском. Если вы продавец, маленький магазинчик, который продает велосипеды в течение многих поколений, собственный семейный магазинчик, все у вас велосипеды продают с крупным магазином велосипедистов, вы конкурировать не сможете. Очень быстро, окажите, лишитесь своего бизнеса, потому что все будут идти в этот крупный магазин, в котором больше велосипедов, быстрее их приобрести, они дешевле. Потом один, потом второй, потом третий таким образом будут закрываться. Вопрос. А сможет ли в такой ситуации какой-либо фермер выжить без поддержки с федерального и правительства штата? Я не из сельскохозяйственного бизнеса, тут я, наверное, лучше передам эту возможность коллегам. Однозначно, без поддержки. Малые фермеры, если есть сложности, крупные, наверное, выживут. Малые, скорее, не смогут. Важно ли, чтобы их решение стать узкоспециализированными? Вот, например, когда мы говорим об этом нашим производителям, они мне говорят, вы мне говорите, что я таким образом... То, что вы мне говорите, вы, наоборот, меня вытеснят с рынка, потому что никто у нас не верит в эти модели. Ну, понятно, что для местных магазинчиков конкурировать с сетевыми магазинами невозможно. То есть вы, если я правильно понимаю, рекомендуете изучить. Мы, наши рекомендации, старайтесь избежать модели лолмортизации. Нужно ли рассматривать это как антилиберальный, антиконкурентный? Если мне позволите вмешаться, тут разные мнения существуют по поводу эффекта лолморта. Мы тут все-таки разнообразная делегация. Я вот, как раз, дело в том, что Walmart поменял модель розничной торговли в Соединенных Штатах. Он помогал многому. Цены, конечно, были ниже. Люди могли позволить себе достаточно широкий диапазон розничных товаров по достаточно приемлемым ценам, конкурентным ценам, создавались рабочие места. И, да, времена поменялись, интернет пришел, и прямой маркетинг, модель Амазона, конечно, поменяла все. И, ну, например, есть, например, у нас идет разговор в Нью-Йорке. Большое количество избранных политиков в Нью-Йорке не любят Walmart. Если вы отправитесь, например, в пригороды куда-то или даже в сельские районы, то там меньшее сопротивление Walmart. Всем нравятся низкие цены. Если я плачу меньше, то у меня больше денег в кармане остается для того, чтобы другие вещи покупать или чем-то другим заняться этими деньгами. Но Walmart, конечно, не идеален, но он имеет, он сделал очень много для того, чтобы снизить цены в Америке. Но времена меняются, и Walmart тоже сейчас испытывает проблемы. Есть рынок очень динамичный, есть проигравшие, есть победители. Вы должны приспосабоваться. Один вопрос, который я хочу задать вам, это как с перестройки, гласности и конца Холодной войны вы приспосабливаетесь, например, к капиталистической модели. И, может быть, у вас 25 лет всего лишь около того, работав в такой капиталистической модели. Но кто из вас помнит Холодную войну, тогда, когда наши страны были больше разобщены? И поэтому вот эта поездка, это очень-очень приятно для нас, о том, что мы можем лично поговорить и установить личные контакты. Но каким образом ваши студенты приспосабливаются вот к этой модели? Многие же из вас помнят старую модель и сами вынуждены были приспосабливаться к новой модели. А как молодые люди приспосабливаются вот к этому новому миру, в котором мы сейчас живем? Позвольте я отвечу на этот вопрос. Ну, с студентами-то все нормально, молодые люди-то все в порядке, они уже новые поколения. Оно уже было рождено после революции 90-х. Давайте назовем это революцией, бескровная революция. Тогда, когда все поменялось, система поменялась от социалистической к капиталистической, как вы только что сказали. И люди более старшего поколения, ну, например, мама моя, она говорит, она, к сожалению, больше нет моей мамы, но она говорила, я не могу себе представить, что я во время коммунизма могу жить. Потому что все было бесплатно, медицина, бесплатно, больницы, низкая цена за ЖКХ была, очень-очень низкие. Это были, ну, прямо небеса для простых людей, правильной земли. Но для интеллектуалов, конечно же, у нас не было свободы слова, не было свободы самовыражения. Но простые люди, им надо это вообще. Им нужно хлеб и масло на столе. И, конечно же, люди более старшего поколения сейчас, они не так довольны тем, что сейчас происходит. Но молодые, они уже были рождены, как вы сказали, 25 лет назад, они уже выросли в этой системе, они были рождены в эту систему. Они другого ничего не знают, только то, что есть. Они не знают никакого социализма. И они смотрят в будущее. Они поддерживают то, что сейчас происходит. Тут, конечно же, есть, я должен сказать о том, что молодые люди считают, что Россия должна стать, опять восстановить свои позиции в мире. Потому что у нас есть своя идентичность, у нас есть своя история. И, конечно, эта политика санкций, она не играет в пользу Запада, я бы сказал. Потому что молодые люди, они чувствуют себя униженными. Расни, не мальчишка, которого там высечь можно с санкциями. Россия – это Россия с культурой России, история культуры. Но они сейчас приспосабливаются, они понимают, что в капитализме каждый сам за себя отвечает и заботится о себе. Но мы все равно не стараемся их оторвать от наших традиционных, например, семейных ценностей, общественных ценностей. И это те ценности, которые еще более таких старых времен, с нашего прошлого. Ну, наверное, кто-то еще... Это мой ответ. Да, конечно, они слушают рок-музыку. Есть огромное количество американских, американских рок-групп приходят к нам, приезжают на гастроли, магазин «Тайм», интернет. Любая печатная продукция, которая только может быть. Спутниковое телевидение, которое не закрыто, оно работает. Ну, например, у нас есть CNN, BBC, Bloomberg канал дома. Ну, конечно же, это новое поколение. А, ну вы такие более философские, мы более философские, извините, что я... У нас есть выражение. Мы знаем, что капитализм – это собака съедает собаку. И мы понимаем, что социализм по-другому. Эта собака ест другую собаку. То есть... Ну, это, конечно же, шутка. Но это умная шутка достаточно. Но, чтобы подвести итог нашей дискуссии о розничной торговле, мы видим, что их прибыли падают, структура рынка меняется, и с появлением блокчейна, интернет-технологий. Через 15 лет мы увидим вообще другую розничную торговлю. И, может быть, это та область, где мы можем безвредно и очень выгодно обмениваться нашим опытом и поработать над этим. Потому что это же наши потребители, наши люди. Они, конечно, всем нравятся дешевые цены. Но потом, тогда, когда все многочисленные розничные цены вдруг становятся одной большой сеткой, то вы же видите, что происходит. И, может быть, интернет – это решение тогда, когда все производители будут ближе к потребителям, и блокчейн будет создать определенную среду, где любой может купить все, что угодно. Есть, да, сколько людей, столько мнений. И просто удивительно о том, что мы пытаемся в такое короткое время столько много всего вместить. Вместить большое спасибо за то, что мы поговорили с коррегами. И, конечно, было бы нормально, если вы посмотрите на логово... Что у вас, вот этот дракон, который держит факел в своей руке, это же логотип вашего университета, вагонь истины. И всегда есть возможности. И все начинается, конечно, с молодых людей. И мы поговорили об этом. Некоторые из вас... Ну, мы, конечно же, да, принадлежим другому, более старшему поколению. Мы знаем, да, что мы просыпаемся утром и понимаем, что внезапно ничего не произойдет. Некоторые из нас помнят, мы дети холодной войны. Я не знаю, были ли у вас такой опыт, но благодаря вам и благодаря нам тоже мы учились как того, чтобы заползать под школьные парты, думая о том, что нас только от этого ядерного взрыва можно защитить. Моя дочь была здесь. Она родилась как раз когда вот эта вот стена между нами рушилась и никогда не знала, что такое советский юзис. Она только знает вот этот новый мир, который после этого появился. У нас есть шанс восстановить наши нормальные отношения. И, конечно, сначала говорят политические специалисты, политологи. Мы не можем вместе всех желающих в эту комнату встречаться и обмениваться. И это очень хорошо о том, что есть возможность общаться. Было бы очень хорошо, если бы мы общались на уровне студента и студенты. Есть университеты, отношения которых есть, да, но сколько студентов в Америке реально могут сюда приехать и учиться. Да, интернет помогает нам создать такую возможность, которой у нас никогда не было. И, возможно, мы сможем помочь вам. Ну, по крайней мере, в моем округе у нас есть университеты, у которых нет никаких отношений с Россией. И нет никаких отношений, конечно, с Казанским университетом. Может быть, профессора бы вашего университета могли бы поговорить с нашими преподавателями. И в интернете, чтобы ваши студенты с нашими студентами говорили, пусть они занимаются этим, пусть они видят, что это никакие ни мифы, ни сказки. Ничего не надо бояться. Это то, что нужно принять и в том, в чем надо учаться. Может быть, тогда мы сможем создать хорошую среду для наших следующих поколений, когда мы будем относиться по-человечески, по-нормальному друг к другу. Мы не федеральные власти. Мы не будем встревать в эти украинские вопросы и эти федеральные высокие материи. Но если Майкл встретится с Мишей или Жанна встретится с Татьяной, у вас же будут другие взаимоотношения, другое понимание. И, может быть, у нас будут самые лучшие шансы для того, чтобы иметь лучшее будущее. И я бы очень хотел попросить и сказать, что у нас же есть те области, где мы можем научное сообщество друг к другу представить, профессору, профессору, студенту, студента. А вот 18-летние, 22-летние могут со собой знамально разговаривать. Мы можем способствовать этим отношениям. Но нас обвиняли в том, что мы встречаемся с вами. Люди же читают газеты в Америке и говорят, что мы, приехав сюда, в Россию, мы как-то, ну что ли, предаем нашу страну. А как вы можете встречаться? А как вы можете быть людьми и жить на этой планете и не находить что-то хорошее в любых отношениях? Уильям Риверро? О, извините. Я бы горячо поддержал выступление господина Майкла Каповица. Вот. Ну, он сказал, что дети холодной войны, мы теперь Майкла можем выреживать, мы ветераны холодной войны. И мы знаем, что ничего хорошего она не может принести. Поэтому, действительно, это надо преодолевать. Я согласен, что каша в головах у многих разной густоты есть. Но никто, кроме нас, здесь сидящих, эти вопросы не сдвинет. Есть разные формы взаимодействия. Я знаю, что у нас есть частный университет юридический. У них есть практика через скайп приглашать лекторов Соединенных Штатов, которые уже имеют такую практику. Если не трудно, в течение полутора-двух минут, может быть, выступят представители. Да, сейчас я расскажу. Наши учебные заведения в части науки активно занимаются противодействием идеологии экстремизма и терроризма. В части воспитательной работы, в части формирования детей, которые бы не принимали данные идеи, данные ценности. Мы вышли частным образом на американских политологов, занимающихся Катаром, Саудовской Аравией, Оманом. И когда встал вопрос о войне в Сирии, мы их пригласили для чтения публичных лекций для наших студентов. Они читали лекции, они принимали участие в наших конференциях. Мы готовили совместные научные работы, которые были опубликованы, всё. То есть, когда мы говорим о том, что есть возможности для сотрудничества даже так, они реально есть. А то, что касается американских студентов, у нас есть печальный опыт. У нас учился в своё время один американец из штата Вашингтон. Но, к сожалению, в связи с тем, что наш диплом не принимается в Соединённых Штатах, он проучился три года, а на четвёртый год переехал всё-таки в Штаты. То есть, есть ещё и такая проблема. Сопоставимость образовательных программ. То есть, мы можем говорить что угодно, но есть ещё и правительство, есть образовательные законы, нормативы, стандарты и всё. Вот поэтому мы и предлагаем сейчас. Ну, давайте сделаем план каких-то совместных конференций. Их хотя бы через интернет. Наши студенты, ваши студенты, они люди совершенно иные. Вот 90% тех проблем, что мы здесь обсуждаем, их даже не интересует. Они не имеют представления ни о Никсоне, ни о Брежневе, ни о Картере, ни о Мандропове. Они не знают, что такое холодная война. Мы для них уже глубокие старики, потому что мы все из прошлого века. И вот мы своими руками, руками 20 века пытаемся влиять на судьбу людей до 21 века. Давайте не влиять, давайте им помогать. Здесь есть юнгер. ТВ бридж. Фил Донахю. Have you heard of the guy, Фил Донахю? Фил Донахю и Познер, from our side. There were TV бриджs, where they used to... Фил Донахю, he used... Он в свое время, если не ошибусь, как раз из Нью-Йорка собирал студентов, а с другой стороны, по другой сторону океана Александр Познер собирал студентов из нашей страны. Мы регулярно организовывали телемост, когда задавали вопросы друг к другу. Напрямую. Давайте нечто, а потом о таком, может быть, решении подумаем, что нам необходимо нечто подобное организовать, чтобы лучше знали. Сейчас вот дети, которые будут вырастать в атмосфере новой холодной войны. Необходимо над этим ведь работать? Возможно ли? Понятно, что спутниковое телевидение ведь есть, которое транслирует, может быть, использовать такую возможность, такие телемосты организовывать? Спасибо. У меня двусторонний вопрос. Я городской менеджер Нью-Йорк-Сити в Бронксе. Пытаемся задействовать нашу молодежь. В округе в Бронксе 200 тысяч человек. Нет ли у вас студенческих правительств, подобных организаций, платформ, когда студенты собираются, обмениваются идеями? Ну, а на второй части господин профессор частично уже отметил, о чем говорят студенты. Нет ли какие-то социально-образовательные движения, прогрессивные идеи на будущее ради университетов, на благо их страны? Естественно, у нас ассоциация студентов Казанского университета имеется. Есть ассоциация городская, студенческая, республиканская, как федеральная, как соответствующая, и российская. Своего рода, как матрешка, как одна кулка внутри другой. Они вполне свободны выражать свои идеи. Идеи, естественно, все ориентированы на будущее. Для них основная задача – это нахождение работы после выхода из университета. Потому что, господа, мы же не социалистическая страна. Это социализм. И как только университет заканчивал, тебе выдавалась гарантированная работа. Сейчас капитализм. Хотите – берите. Сейчас они выходят и дальше ищут работу. Для них это серьезная проблема. То есть, как найти дальше работу по своей профессии. И вот это достаточно серьезная проблема, поскольку мы должны их не просто образовывать, но и образовывать их под конкретные профессии, которые пользуются спросом. Вот это та же часть проблемы. Далее они свободно обсуждают, входят в контакт со своими коллегами, имеют определенный спектр семинаров. У нас имеется ассоциация молодых ученых. Ученых в возрасте до 35 лет у нас попадает в ассоциацию и молодых ученых. Естественно, будущее – это в их руках. И, естественно, если у вас подобная ассоциация имеется молодых ученых Нью-Йорка, мы будем очень рады тут быть в контакте с ней. Далее молодежный парламент так называемый. Если позволите, можно краткий спич от Министерства по делам молодежи и спорту. Достаточно сказать, что в Татарстане проживает порядка миллиона молодых людей до 30 лет. Это где-то 25%. Это достаточно хороший показатель для регионов России. То есть, свидетельствует о том, что молодые люди у нас составляют такую хорошую часть прослойка общества. И, конечно же, как органы государственной власти мы должны создавать для них некие социальные лифты, чтобы молодежь имела возможность в различных направлениях проявлять себя. Мы разделяем молодежь на… Есть у нас государственная программа поддержки молодежи. Мы разделяем ее на талантливую, работающую, студенческую, образованную, креативную. И, конечно же, у нас есть молодежные лидеры, есть молодежные организации в разных сферах деятельности. И вот на вопрос господина Ривера Вильяма мы готовы посодействовать в сотрудничестве, в взаимосвязях, в сотрудничестве наших молодежных организациях, обменом молодежных лидеров, обменом опытом в сфере нашей молодежной политики. Я готов после этого круглого стола с вами познакомиться поближе и дать какие-то либо комментарии. Спасибо. Давайте также отметить, мы используем еще и летние лагеря, международные, межкультурные лагеря. Соответственно, почему бы не подумать о том, чтобы организовать летние лагеря российско-американские в Татарстане? В одном году, в следующем году, подобный у вас, на базе вашего штата, был бы очень эффективный способ собирать людей вместе. Подожди, Джо, там уже начали говорить. В отношении возможностей, конечно, возможности контакта, они определяют, прежде всего, сложившись с производственными торговыми связями. И здесь нужно сказать, что, конечно, вот лицо России и Татарстана, лицо, значит, это европейские связи. Вот исторически так сложилось. Если вы посмотрите на статистику товарного обмена, на первом плане это страна Европы. 80% примерно товарного обмена уходит туда. Причем эта структура не меняется в зависимости от санкций. Объем товарного обмена упал где-то процентов на сверх структур, осталось то же самое. То есть мы привязаны к Европе. И вот этот рефренд, скажем, на азиатский рынок, он пока в полном объеме не состоялся. Но наука, в отличие от производства торговли, это самостоятельная относительная сфера, где действительно сотрудничество с теми странами, которые достигли высокого университета, она плодотворна. Вот об этом мы говорим. И это неизбежно. Научные и образовательные контакты, они развиваются и по своим линиям. В этом отношении я бы хотел сказать, что в Татарстане, вот как бы апеллирую коллегам, у нас же есть мощные государственные программы, соответственно, научного обмена, в том числе молодежного научного обмена. У нас действует программа «Алгарыш». Эта программа связана с стажировкой наших молодых специалистов за рубежом, в системе мощных западных и восточных, в том числе, значит, научно образовательную структуру. Вот такая возможность есть. Используемые, так сказать, государственные программы, которые имеют отношение только к Татарстану. Есть федеральные программы, есть татарстанские программы. Не воспользуются ими, в принципе, я считаю большим грехом. Но теперь вот еще один момент. Татарстан представлен на американском научном поле достаточно сильно своими соотечественниками. Значит, в США сейчас осуществляют деятельность Сагдеев Рольд Зинович. Это сотрудник Института космических исследований. Это наш академик, наша академия наук. Значит, Синаев Рашид Альевич, тоже профессор Колумбийского университета. Есть другие, так сказать, направления мощного контакта, но, скажем, представительство Института Венчарного фонда в Мерлинском университете тоже функционирует. То есть линии уже как бы есть, о них надо говорить, их надо развивать, дополняю их новыми линиями взаимодействия. Спасибо за внимание. Сегодня развили и Центр биотехнологии, и нанотехнический, университет Стоуненберга с их научными исследованиями также достаточно разные. Мы были бы очень рады обсуждать возможность открытия чего-то совместного с Татарстаном вместе вот с этими названными университетами, потому что обмену идеи между нашими учеными будет полезен на обоим сторонам. Вот то, что вы упомянули про Мерлин и другие штаты, я был бы очень рад для того, чтобы обсудить с коллегами здесь, чтобы организовать нечто подобное с Центрами в Нью-Йорке. Господа, у нас время-то течет неумолимо, у нас 5 минут осталось, поэтому, пожалуйста, последние ремарки и вопросы. Мой вопрос. Вот в своей семье, наша семья была задета вопросами психического здоровья, то есть нас коснулись по-разному, в разном аспекте. До того, как я родился, бабушка, например, жизненно закончила самоубийством. Я могу ли что к себе представлять, что это такое иметь бабушку. Ну и вот соответствующая система психической поддержки людей с психическими заболеваниями в Соединенных Штатах Америки, видите, недостаточно поддержки оказалось. Соответственно, мой вопрос, какую роль играет Казанский федеральный университет в том, чтобы повышать уровень ментального, интеллектуального, психического здоровья Татарстана? Как университет работает в этом аспекте, а также заботится о своих студентах в этом аспекте? У нас имеется университет, институт фундаментальной медицины и биологии, в рамках которого имеется секция, которая обучает студентов в этих аспектах. Например, супруга моя, нейропсихолог, сейчас, кстати, проходит обучение по стипендии в Германии. Коллеги уже упоминали разные стипендии, ну, разные подобные имеются. Также у нас имеется целая большая система профилактической работы. Например, в одном Казанском университете 5000 международных студентов. Соответственно, у нас имеется соответствующий департамент адаптации международных студентов. Например, для китайских, индийских студентов и американцев к нашему сообществу. Социум приспособится не очень просто. В целом, если вы смотрите на 45 тысяч студентов, большинство из них живет в общежитиях, в комплексе общежития, где у нас имеется соответствующий психологический центр и психологи оказывают соответствующую поддержку. Естественно, то есть инфраструктура оказания поддержки есть. Система какова? Потому что основной инструмент поддержки – это дружественная помощь, рекомендация, консультация. Соответственно, естественно, семейная поддержка и поддержка странных друзей. Когда возникает проблема, в первую очередь у нас люди не столько к специалистам, обращаются, сколько к близким друзьям, родственникам, обращаются. Соответственно, вот эта система у нас является очень важным каналом поддержки внутри различных групп, чтобы показать, что любой человек не одинок в этом мире, он является частью семьи, частью социума. То есть вот это важный элемент. Понятно, когда знакомый или друг знает, как поступать в подобную ситуацию, это, конечно, всегда полезно. Большое спасибо за поднятый вопрос, Джулина. Почему? Потому что это как раз понимает тему. Вы, например, не можете взять американскую газету, в каком бы городе вы ни находились, не заметив, что наша страна везде проживает самый сложный уровень кризиса. Вопрос с наркотиками практически во всем штате, по сообществам нарушения опиоидов. Это касается и предписанных медикаментов, как снижение тех или других болезней, болей, страданий психологических. То есть люди, во многом зависимость от этого, мы как на уровне штатов сотни миллионов долларов тратим на лечение, на профилактику вот этих аспектов. И, соответственно, это то, что очень глубоко затрагивает наше сообщество на всех уровнях. Молодые, среднего возраста, пожилое население. Собственно, у меня вопрос. Не наблюдаете ли вы нечто подобное здесь, в России? Вообще, это видно ли у вас на радость? То есть злоупотребление опиоидами, лекарствами для снижения уровня беспокойства, в том числе и граином. В нашей культуре я бы сказал, что это не настолько развито. Но вот сам я, поколение хиппи. Можете представить, да? У нас ведь тоже были здесь хиппи сообщества, 70-е. Но у нас наркотиков не было. Традиционно у нас просто этих острых проблем в этой нет. То есть эти проблемы и у нас в нашем социуме присутствуют, но они не настолько заметны. Тем не менее, в каждых группах мы позаботились о наличии, так называемых, кураторов групп. Студентам это, конечно, не нравится, но в каждой группе 10-15 мы позаботились о том, чтобы у нас был прикреплен куратор, который смотрел, много ли... Это неплохая система. Можно с точки зрения Соединенных Штатов Америки, чистая демократия – это нарушение прав человека. Но, как мы говорим, управляемая демократия. Ну и такая управляемая демократия, она для нас работает. Я не думаю, что она с вами будет работать, потому что у вас тут же протесты начнутся, студенты будут давать начнут. Может быть, из-за того, что рынок... Восточные страны выбрали нас в качестве такого переходного государства для того, чтобы торговать с Европией. Потому что у них мощь ПТА... Мы без спорта выживаем с времен, боремся с тем, что осталось в Советском Союзе. И наша проблема не в том дело, что речь идет о каких-то нелегальных вопросах. Все началось как законных наркотиков, легальных наркотиков через аптеки. А теперь у нас возврат опять герониновой наркомании, которую мы стараемся контролировать. Это потому что слишком много выписывается наркосодержащих. Наркосодержащих. Да, у нас это много контролируется действительно и полицией, и все мы смотрим, как все это делается. И алкоголь, водка, да, у нас... Это такое решение для нашего общества, ну, то есть по отношению к наркотикам. Да, но водки у меня самой уже ваши есть, поэтому я согласен. Но, с одной стороны, мы действительно получаем доходы, когда водку продаем. Но, с другой стороны, у нас злоупотребление алкоголем. И мы каждый раз расследуем все случаи, касающиеся, например, смертности, связанных с алкоголем. Мы много изучаем в этом области. Если бы мы здесь решили проблему алкоголизма за этим столом, конечно, Нобелевские премии нам были бы гарантированы. Но, да, но, в принципе, состоялся очень серьезный разговор на разные темы. Мы видим, что проблем много достаточно общих, в разной степени остроты, но, тем не менее, есть проблемы, которые не может решить никто в одиночку, их можно решать вместе, и, в принципе, нужно решать вместе. Для меня главный итог, все-таки, доброжелательная взаимная заинтересованность, я думаю, мы все увидели. Вот это самый дорогой нематериальный ресурс на сегодня, он уже есть. Но его надо конвертировать в разные форматы, и, я думаю, движение будет. Я вообще считаю, что мы много уже лет потеряли. Мы потеряли несколько поколений, но кто-то должен все это начать. Господин Фарли, который достаточно был возрастной сенатор, он всегда говорил, моя цель сделать что-то еще в пользу улучшения, в отличие от того, что было при его сознательной жизни. Я тоже это хорошо помню. И, в принципе, если нам удастся сдвинуться в этом направлении, было бы очень хорошо. У нас просто кончилось время. Я поэтому взял на себя смелость немножечко так остановиться, потому что эти вопросы, ну, они достаточно бесконечны. И думаю, что это будет продолжаться. А сейчас у нас, значит, во-первых, время завершилось. И хотел бы поблагодарить всех, кто нашел возможность сегодня. Высказались не все. У каждого, я даже не сомневаюсь, есть немало что сказать. Но, тем не менее, сегодня формат встречи, я думаю, состоялся в целом положительно. И большое всем спасибо. Мы продолжаем программу. Мы хотели бы всех вас здесь поблагодарить. Хотелось бы, чтобы у нас было побольше времени. Но я уверен, что у нас гораздо больше общего, чем различного. И наша делегация поддерживает идею запустить работу рабочих групп между Татарстаном и штатом Нью-Йорк. И начать межрегиональное сотрудничество с определенными целями. И установить взаимоотношения быстро. И улучшить то, что сейчас у нас есть уже. Большое спасибо. Спасибо.